всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать такой небольшой домашний влог я обещала снять влог с макияжем и с уборкой я обязательно это сделаю но чуть-чуть попозже потому что вот только-только начала идти на поправку даже сегодня сделала макияж вчера покрасила волосы но как всегда я закрашиваю кожу надо будет хотя вроде бы нанесла крем такой жирненький чтобы не закрасилась но все равно все равно за все закрасила как всегда у меня еще кстати видно из-за того что болела когда покрасилась у меня еще вот здесь такая полоса была из краски здесь в общем кошмар какой-то напишите если вы красите в домашних условиях вы тоже себя вечно пачкаете в общем да в общем покрасила снова в черный цвет вот и сегодняшнем видео по просьбе одной моей подписчице я не помню точно название юника но по-моему ее зовут виктория если я ошибаюсь обязательно напиши мне как тебя зовут потому что я если честно не знаю но вот как-то там ник такой был виктория что-то там она мне очень просила показать всех своих животных я сегодня во влоге покажу в конце этого видео я покажу всех своих животных и о них правда уже много раз показывала и рассказывала но вот сейчас вот в куче в одном видео скажем так как покажу у меня их всего трое собака лабрадор и кот и кошка кошка мамина и живем с мамой вместе четыре года только да до этого мама сестра жила с моей сестрой а я жила у мужа и вот когда построили дом съехались скажем так вместе и не мама приехала с кошкой у меня еще кот британец тоже вот кстати хочу по поводу животных сейчас очень такая пошла тема что нужно покупать породистых животных нужно обязательно брать вот с улицы животных я очень за конечно этой истории но есть такие моменты вот например собаку до свою но я когда буду показывать расскажу что вот заводчики да вот эти вот они же тоже вот вот не купили до щенков куда них дьют как вы думаете они усыпляют или выкидывают я живу за городом и вы знаете у нас вот когда начинается осень у нас очень много начинаются объявления по поводу найден котик найдена кошечка там собаки реже но даже породистые даже сиамов иногда оставляют то есть приезжают на лето потом просто оставляют котят оставляют там мешка где-то их находят породистых поэтому здесь здесь как-то так да поэтому я считаю что и таких и таких нужно брать всех животных нужно брать на самом деле животных очень люблю я бы забрала бы реально всех если бы не мой муж потому что муж у меня иногда очень сильно возмущается по этому поводу вот особенно когда дерут мебель коты это вообще он их сразу так любит всех очень сильно вот ну и также сегодня я хочу показать вам свой заказ сайта ахерб самом деле этот заказ ко мне пришел уже давно где-то наверное две с половиной почти три недели тому назад здесь у меня три новинки и я их уже протестировала и могу рассказать вам так что давайте сейчас покажу заказ и так вот мой заказ пришло все как обычно в коробочке вообще сайта херп я так понимаю что оплаты при получении нет только стопроцентная предоплата на сайте значит заказала я тут немного продуктов во первых в принципе мой заказ был сделан для того чтобы снова маме купить вот это кофе цикорий у мамы остался еще кофе закончилось но она больше всего пьет вот видите она уже тоже начала вовсю пить именно вот этот кофе потому что по вкусу это реально обычный кофе обычный самый простой он ничем не отличается кроме того что здесь нет кофеина конечно для людей у кого давление кому там нельзя кофеин и так далее это вообще супер находка у нас россии тоже да можно купить но очень редко мама очень редко видит потому что разбирает раскупают выносят просто я не знаю наверно коробками вот такое средство общем заказала маме еще одну баночку и я думаю что теперь в каждом наверное заказе меня он будет мелькать вот этот вот вот это кофе принципе мама пьет у меня одна его не хватает ей надолго дальше снова повторила я вот эти бальзам чеки блистекс у меня еще не закончился поэтому видите я не открывала еще но у меня были точно такие же с точно такими же вкусами очень классный бальзам листок стимуля вот за эту упаковочку здесь правда маленькие версии но хватает их тоже надолго я наношу их обычно на ночь хотя здесь spf 15 но днем я обычно пользуюсь помадой классные бальзамы прямо очень советую и получается на херби они дешевле так дальше снова повторила я вот этот вот лосьон для тела от марки palmer с вообще мне очень нравится вот эта марка присмотритесь к ней единственно что не пробовала средства для лица надо будет обязательно попробовать мне повторила вот такой лосьон у меня вот точно такой же есть видите он у меня разрезан его минус составляет только в том что у него когда он заканчивается то есть смотрите сколько здесь еще на один раз целый намазаться обязательно хватит но и помпа вот это не справляется так как он видите вот такой густой густой и пахнет он какао причем так ядрёно пахнет какао поэтому вот видите он просто вот такой густейший густейший и помпа вот это не справляется вообще не знаю зачем сделали вот эту помпу можно было просто мягенькую упаковку которая выдавливается вот мне муж обычно ножом так разрезает и я добиваю прямо до самого конца потому что мне очень нравится очень хорошо напитывает кожу увлажняет питает я не знаю просто вау супер единственно что он такой несмотря на то что это лосьон он достаточно жирненький вот когда жарко им не очень хорошо пользоваться а вот осенью зимой хотя у нас в этом году лето не жарко поэтому я им нет нет а пользовалась самое ну вот повторила себе точно такой же на зиму может быть какой-то еще другой возьму очень хорошо убирает сухость какие-то даже шелушения ну просто потрясающе сильно кожа такая прямо напитанная напитанная становится всем всем очень сильно советую его и из новинок появилась у меня три новинки решила попробовать потому что очень много хвалят вот эту марку а конкретно их сыворотки вот такие я взяла с коллагеном там есть еще с кислотами но кислоты у нас сейчас солнышко поэтому я как-то кислоты побоялась да и вообще для сухой кожи я как-то не очень сильно уважаю скажем так кислоты потому что они все-таки подсушивают кожу взяла вот такую сыворотку сыворотки здесь вот видите 52 миллилитра то есть принципе достаточно много для марки я взяла вот такой крем очень много кто писал что использует этот крем вот вот эту с поверх вот этой сыворотки и типа эффект прям вау-вау также этот крем использует для тела вот на тело я его еще не использовала здесь у нас 454 то есть 500 миллилитров я так понимаю до 454 грамма значит но давайте про сыворотку сыворотка мне понравилось очень я ее использовал и с этим кремом и с другим кремом и без крема сыворотка вот такая вот видите как вот она вот такая вот как такое молочко он достаточно жиденькая очень хорошо впитывается очень хорошо напитывает кожу увлажняет кожу реально эту сыворотку вот девушкам с нормальной кожи с комбинированной кожи можно мне кажется использовать вообще без крема я читала по отзывам что многие так и используют вообще не покрывая сверху крем но сыворотки все-таки лучше сверху покрывать ну как бы запечатывать кремом вы когда распределяете она слегка вот так вот блестит но потом все замечательно впитывается в коже имеет такой просто какой-то косметический аромат в стеклянной упаковочке темный это вообще не может не радовать вот сыворотка прям вау честно слово вам что насчет вот этого крема если наносить его поверх сыворотки туда эффект очень даже хороший если тут такая штучка тут помпа вот так вот выглядит этот кремушек такой легенький как лосьончик и вы знаете я могу сказать что вот сывороткой до эффект классный но вот без сыворотки просто вот этот крем как самостоятельный продукт но ни о чем вот честно ни о чем не полного увлажнения для моей сухой кожи не какого-то питания ну нет только в комплексе сыворотка использовать как отдельный самостоятельный продукт мне не понравился вообще ведь это именно лосьончик я наверно потом попробую его также в качестве крема для тела посмотрю как он но вот для лица отдельно без сыворотки я его использовал и вообще но вообще ни о чем и ну как то как то нет хотя косметика на нем не скатывается он сам не скатывается достаточно приятен на коже но сыворотку прям очень советую сыворотка класс крем ну так наверное нет и следующий продукт это масло для области вокруг глаз противоречивая на нем про него отзывы вот так вот называется марка я вам ссылочки оставлю внизу в инфобоксе чтобы вы могли почитать содержит видите витамин е тут различные масла в общем это в принципе масло да вот она вот так вот выглядит и основная претензии девочек которые его покупали заключается в том вот видите сейчас я стараюсь по максимуму приблизить там есть такие вот миленькие миленькие крупиночки вот я его нанесла на руку видно нет вот такие меленькие меленькие там крупиночки якобы эти крупинки царапают кожу вокруг глаз девочки это масло которое перед тем как нанести нужно обязательно разогреть во первых ему нужно капелюшечку вот видите она разогрелась от кожи и никаких крупинок абсолютно никаких на нем нет пинки эти это затвердевшие масло вот и все но масло вот это прям вау но она вот вот так вот лежит под глазками то есть именно масло в сами глаза ну не затекает то есть никакого дискомфорта абсолютно нет и супер мега увлажняет напитывает кожи вокруг глаз единственное что я когда читала на него отзывы девочки которые страдают отеками по утрам до области вокруг глаз у них с этим маслом отеки усиливались я отеками не страдаю и у меня с утра ничего такого нет я наоборот просыпаюсь с утра а у меня мега увлажненная напитанная даже как будто бы слегка что ли осветленная кожа вау на зиму это вообще для меня вау чем-то мне он напоминает по своему действию крем от холилэнд с куэнзимом q10 во первых по консистенции примерно то же самое только от холилэнд кремушек он такой не прямо вот такое масло до более такой кремообразный но по действию очень схож даже то что вот он лежит вот таким маслицем под глазками то же самое прям вау 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 на зиму это прям моя находка честно я очень сильно рекомендую это средство он разглаживает морщинки такие знаете мелкую сетку морщин которая вызвана обезвоженностью и сухостью кожи вокруг глаз единственное что я не использовала его днем я его использую только на ночь поэтому как косметика ложится не знаю но мне кажется днем использовать такое средство это прям тумач но по крайней мере для меня то есть вот эти вот крупинки это основная претензия девочек которые писали отзывы вот они видны видите такие их нужно просто разогреть я разогреваю между пальчиком и потом вбиваю в кожу вокруг глаз очень прямо советую вам вот это масло и его нужно вот посмотрите я его использую каждый день сейчас на ночь и вы посмотрите но почти каждый день кстати да и посмотрите сколько всего лишь я его использовала так что вот это средство я вам от всей души советую ссылочки тоже оставлю внизу в инфобоксе так что вот такой вот у меня был заказ я вы знаете сейчас вот подумала стоит мне рекомендовать вот этот крем или нет наверное нет в пустых баночках я конечно уже подробнее о нем расскажу но вот на данный этап не советую пока потому что он ну как бы на сто процентов не работает о масло для области вокруг глаз если у вас сухая кожа я прям очень советую мама у меня еще эти продукты не пробовала просто потому что во первых она у меня все еще в разъездах она уже у меня начала ходить еще как это на свои курсы которые по коклюшками она учится вязать вот так что на сегодня у меня уехала как раз таки на свои курсы в общем мам еще там куча дел всяких накопилось поэтому это раз а во-вторых у меня сейчас небольшая аллергия вышла аллергия такая ну как бы аллергическая реакция связаны не с кремом не с уходовыми какими-то средствами а просто ну скажем так со здоровьем связаны поэтому мама сейчас ничем новым не пользуется и но как минимум месяц она не будет ничем пользоваться поэтому от мамы отзыва у меня пока нет но потом обязательно расскажу потому что хочу что мама и маслица попробовал вот это для области вокруг глаз но она у меня прав такие продукты не любит и так я сейчас еще буду делать на пробу в общем пока болела тут нашла один рецепт баклажан на зиму это жареные баклажаны с чесноком и петрушкой закатываются баночки на зиму не знаю никогда так не делала хочу попробовать вот у меня здесь полтора килограмма баклажан понадобится петрушка я в рецепт напишу в комментариях оригинальный рецепт по которым я делала значит петрушка чесночок масло растительное его нужно будет много соль ну и соответственно баночки сейчас я баклажаны почищу и переложу их пересыпанную солью поставлю под гнет в это время простерилизую баночки почищу порежу кружочками нужно порезать чтобы их обжаривать вот я тут вообще уже делаю значит здесь у меня смесь петрушка с чесноком и солью все это я смешала сделала как по рецепту только три раза получается больше потому что там на 500 грамм баклажан баклажаны я мочила как пересыпала солью под пресс и полчаса постояли там потом выделилась жидкость я их промыла и выложила так на полотенчика чтобы когда они жарились они не пшикали вот вот у меня что жарятся баклажанчики на масле я вот так тарелочку выкладываю и потом просто вилочкой беру один баклажан так вот обмакиваю хорошенечко в эту смесь плотненько укладываю в баночку но по ходу дела у меня получится только одна банка вот так чтобы дальше жарить конечно баклажан для такого такой вида закуски нужно очень много так вот у меня получилась одна баночка может не это банка получается в масле то есть когда вы складываете сюда баклажаны снизу начинает подниматься масло но и на выделяется с баклажан потому что жарится на большом количестве масла и у меня где-то добралось вот до сюда и остальное я долила со сковородки то что у меня было там по рецепту так и написано и также написано что если вам не хватает масла можно добавить просто обычное рафинированное я тут уже более зажаристее пожарила мужу отдельного так на ужин с той же заправкой попробовала их очень вкусно ароматно единственное что меня смещает что вроде соли многовато но не знаю муж говорит им обалденно вот так что вот такая вот вкуснота получается но конечно всего лишь одна банка здесь у меня 700 граммовая банка то есть получать 700 граммовая из полутора килограмм баклажан конечно но вот такая маленькая мисочка у меня еще баклажан получилось как раз сейчас нам уже может съезд я тоже наверное вот так что вот такой вот у меня новый рецептик но мужу прям вообще вообще зашло говорит просто обалденно вот и хранить вот эту баночку то есть баклажаны жарится до готовности до золотистой корочки и хранится вот эта баночка и зимой в прохладном месте то есть я поставлю в наш технический холодильник наверное сделаю потом еще когда куплю баклажаны потому что он такой знаете прямо на всю кухню аромат стоит вот эта зелень чеснок баклажаны вообще обалденно еще я там увидела такой рецепт с красным острым стручковым перцем что берут через мясорубку пропускают чеснок зелень красный острый перец и красный болгарский перец вот и слоями все это выкладывается не знаю может быть попробую еще такое сделать в общем она читалась теперь экспериментирую вот так вот лучше видно какая красота получается на самом деле очень красиво аппетитно выглядит вот так вот так что прям вкусненько вкусненько кстати ко мне пришла гуничка кошка зовут ее гуня да гуничка это кошка моей мамы она уже старенькая и сколько тебе лет на мне лежит не хочет не хочет уходить вот она какая киса 12 лет многие говорят надо переводить котов на каши скажи какие каши я уже старенькая девочка эту камушек сама ловлю натурпродукт кушу мышек и птичек она на слове до сладко такая девочка вот она ведь какая такая рыжая серая не пойми какая мама ее где-то я уже не помню где она ее взяла мой толстопес а толстопес тоже наша девочка сладко баночка грязная опять опять грязно мы тут мыли как-то и опять грязно где ты была ты хорошая такая девочка и хорошая такая девочка вот она какая сладкая да зовут ее баночка и ей 7 лет бона полное ее имя это лабрадор мы ее купили но купили мы ее у хозяйки она собиралась избавляться от щенков потому что у нее были какие-то проблемы то есть это как сказать мама и папа у неё в общем там элитные какие-то лабрадоры она состояла в ну то есть хозяйка состояла в клубе вот этих лабрадоров но у нее там что-то пошло не так я так понимаю что какие-то левые щенки у него там были вот в общем у нее что-то там с клубом было короче она их продавала мы ее взяли помощь полтора месяца не было то есть совсем совсем маленьким щенком и она собралась она говорила что если вы сейчас не приедете я от них избавлюсь вот так ну избавлюсь каким образом что она с ними сделает я не знаю ну в общем вот такая у нас сладкая девочка да сладко нам даже кстати выбора не давали нам просто принесли и все сказали вот ваша подруга да дни суровых да подруга меня мальчишки играли у меня также спрашивали по поводу активности насколько активная собака не надо меня лизать но не надо меня лизать до 3 лет очень активная после трех лет она старушка просто старушка вот такая сладкая девочка вот такая сладкая девочка пухляшечка на что-то сладенькая такая вот и кстати однажды у меня тоже спрашивали не надо меня лизать это гуляем мы с ней или нет вы знаете ее однажды очень сильно покусали она как-то выбежала у нас за ворота ее там подрал как алабай по-моему называется да такая бойцовская или какая-то в общем овчарка алабай по-моему она по-другому называется вот в общем ее сильно подрали и после этого она боится выходить за ворота я настолько сильно у нее тут все вся холка была в крови в общем очень сильно ее подрали вот спасла ее только я потому что я как раз это время выезжала на машине я стала бибикать у меня в машине сидел ребенок я боялась выбежать потому что там было две собаки одна обычная овчарка вторая вот типа алабай такая скупированными ушами и хвостом у нас женщина с ними гуляет тут такая возрасте женщина без наморника без ошейника без всего я уже как-то рассказывала эту историю вот и я начала бибикать в общем она еще из то что я начала сильно бибикать в машине она еще этого очень испугалась и поэтому больше за ворота не ногой не ногой да что там скажи мне делать и вообще кстати не вытащить она вот будет на пороге лежать но не выйдет ни за что на свете тоже страшно там обижать меня там вот такой шотик шотика такого девочка ты хорошая бабочка хороших мы вот такая бедняжечка бедняжечка а вот здесь вот в джунглях на окошке спит мой рыжий кот да его зовут каспер ему уже девять лет вот такой вот он у нас это британец только не веслоухи обычный британец тоже мы купили мы купили с рук тетенька там продавала котят вот ну вот как то так да и такой пухляш который видите у него уже такие тут лезет как култуны пошли но он не дает него вычесывать вообще никак не дает орет как я не знаю кто кого-то я врежу но потихонечку я мужу спину все вычесала по бокам тут какие то есть совсем култуны подрезаем в общем бандит у нас да вот этот вообще самый вредный код из всех вот он у нас тут на окошке спит до касперёшечка каспер вот так не хочет ты сладкий мальчик вот такой вот у нас сладкий мальчик вот такой пухленький такой тоже тоже вон жирочек у нас вон тоже жирочек да баночка любит каспера да вот так вот вот он кстати не любит когда она его трогает да касперёшечка вот так вот такие у нас сладкие животные кстати окрас у него но сейчас вот он наполовину вычесанный наполовину полинявший но окрас этот как-то мраморный красный мраморный он называется вот такие круги такие по кругу он красный мраморный но я точно помню что мраморный называют заказ на каспер-касперёша но красиво красиво лишь так что вот такие вот у меня животные кстати эти животные подрали всю мебель особенно кошка это кошмар какой-то я люблю их просто безумной любовью за это так что не забывайте что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе переходите смотрите и также буду ждать от вас комментарии обязательно оставляйте я с удовольствием все читаю вот но на сегодня я буду с вами прощаться давайте также кто не подписан подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч